Здравствуйте, нотариальная контора Ленинского района города Бреста вас слушает. Принимать граждан онлайн сегодня представители нотариальной конторы Ленинского района начали с 9 утра. Стоит сказать, что такой формат работы люди оценили особенно. С одной стороны, человек вживую видит специалиста, что несколько упрощает диалог. С другой, для того, чтобы получить компетентный ответ, ехать на прием не нужно. Достаточно иметь под рукой смартфон и доступ в интернет. В основном обращаются граждане в последнее время за оформлением наследственных прав, за удостоверением завещаний, по удостоверению брачных договоров, удостоверению соглашения о детях, соглашения о разделе имущества, нажитого супругами в период брака. Как правило, в дни консультации мы стараемся консультировать всем коллективам, и нотариусы, и консультанты, чтобы каждый, кто пришел, скажем так, долго не ждал и получил квалифицированную помощь. Оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости – эти и многие другие вопросы поступали на адрес специалистов нотариальной конторы. Кроме общения онлайн, озвучить злободневные темы люди могли позвонить по номеру телефона, либо обратившись за консультацией лично. Для многих по-прежнему живой диалог воспринимается лучше. Аналогичные бесплатные консультации нотариусы Брещины проводят в преддверии многих важных дат. И, как показывает практика, общение с юристами дает свой результат. Нередко человек приходит с одним вопросом, а по факту общения появляются и другие темы. Очень часто к нам приходят граждане на консультацию с одним вопросом, то есть они думают о том, что вот у них есть имущество, и они желают это имущество подарить. Проконсультировав, когда они получают консультацию нотариуса, они понимают, что это не дарение, а им следует оставить, например, завещание. То есть, придя за одним вопросом, они думают о том, как поступить со своим имуществом, и приходят к другому решению. И такие бывают ситуации. 2021-й для нотариальной системы Беларуси пройдет под грифом нововведений. Все они призваны сделать юридическую помощь гражданам более доступной и качественной, в частности для тех, кто проживает в сельской местности. Граждане будут оформлять заявки либо в сельсполкомы, либо напрямую обращаться в нотариальную палату, и нотариусы будут выезжать в сельские советы для оформления таких документов, что значительно, я считаю, улучшит качество обслуживания населения. Также одним из новшеств будет такое, что раньше оформить сделку по отчуждению недвижимости можно было только в том населенном пункте, где находится недвижимость. Теперь такой привязки не будет. И оформить либо куплю-продажу, либо дарение недвижимости можно будет у любого нотариуса по республике. Еще таким нововведением будет. Если, например, сейчас у нас на сайте Беларусской нотариальной палаты размещена информация только об отмененных доверенностях, то с нового года можно будет посмотреть информацию о том, удостоверились ли доверенности вообще. День юриста для представителей нотариата – особая дата, ведь свою главную задачу специалисты ведут в том, чтобы помочь людям решить их вопросы. Самые искренние и теплые поздравления в этот день звучат от руководства и коллег, которые, как никто другой, знают истинную специфику этой непростой, но такой важной и нужной работы. Хотелось бы поздравить коллег-юристов с наступающим праздником, пожелать крепкого здоровья, профессионального роста, семейного благополучия.